2022 год. Цунами. Семь лет назад, 21 миллион человек умерло от свиного гриппа. Вирус под влиянием техногенных факторов был способен мутировать. Но сегодня наш мир стоит перед другим кризисом. Стихийные бедствия катастрофических размеров. Мы сами спровоцировали это, поскольку долгие годы пренебрежительно относились к окружающей среде. В последнее время и до настоящего момента мы продолжали пользоваться на радость себе новыми технологиями. Мы удовлетворяем свои желания, не считаясь ни с чем. Но мы забываем, что разрушаем природу. Мать природа в итоге берет реванш за то, что мы сделали с планетой. Вредные выбросы в атмосферу нарушают озоновый слой, вызывая ураганы, циклоны, снежные бури, оползни и вулканические извержения. Движение земной коры вызывает землетрясения и цунами. Мы представляем различные страны мира, которые понимают значение этого кризиса, могущего привести к ужасным последствиям. Мы должны быть готовы, пока не поздно. По крайней мере, мы гордимся нашим участием в осуществлении принятия этого соглашения на международном уровне. 30-летний протокол Киота имеет цель защитить окружающую среду и человечество. Еще раз, я тепло приветствую всех из вас, кто поддержал принятие этого соглашения, кто полностью понимает возможные бедствия, которые могут случиться с нашим миром от наших рук. Что происходит? Землетрясение. Выходим отсюда. Это землетрясение. Покиньте здание, пожалуйста, сэр. Как же все остальные? Я о них позабочусь. Выходим. Сюда. Поторопитесь. Разве Национальный Центр предупреждения катастроф не должен был сообщить вам о возможном толчке заранее? Они сказали мне, что, возможно, произойдет серия толчков и под угрозой все наши дамбы. Но кто им верит? Вы верите? В Таиланде вряд ли будет серьезное землетрясение или вулканическое извержение. Что делает нашу страну особенной? Если наступит конец света, то мы находимся на той же самой планете, как и все остальные. Приветствую вас на борту исследовательского судна Сивдек, доктор Сиам. Спасибо, капитан. Меня потревожили, чтобы проверить активность этого подводного вулкана. Пожалуйста, пройдемте в наш конференц-зал. Хорошая мысль. Мы нашли в этой области подводный вулкан с необычайно высокой активностью. Я никогда не проявлял интереса к этому вулкану прежде, но теперь я вижу, что он становится с каждым днем все мощнее и продолжает разогреваться. Возможно, это было вызвано извержениями филиппинского Пинатуба или индонезийского вулкана Крокотау, который, как также ожидают, скоро ждет извержения. Я думал, после 2008-го этот вулкан никогда больше не проснется. Но теперь, я считаю, вероятность этого 50%. Извержения Крокотау и Пинатубы были просто ужасны. Теперь у нас есть свой вулкан, о котором следует волноваться. Это не может произойти в Сиамском заливе и быть нацеленным прямо на нас. Именно поэтому я должен увидеть все своими собственными глазами. Давай! Хочешь немного воды? Я первый. Так, держи это. Иди за мной. О, Роуз! Папа, мама, помогите мне! Папа, папа! Папа, мама, помогите мне! Папа, папа! Помогите мне! Держись за меня, сынок! Помогите мне! Фу, что случилось? Все хорошо, я в порядке. Почему ты лежишь на земле? Я, должно быть, заснул. Ах ты засранец! Если бы мы не нашли тебя, оказался в лапах Сигра. Как вы нашли меня? Ты очень громко кричал. Я должна быть совсем глухой, чтобы не услышать тебя. Я рад, что вы здесь. Позвольте мне показать вам кое-что. Я нашел эти каменные слои на утесе. Это свидетельство двух прошлых цунами. Когда ты думаешь, они случились? Я послал образцы в Токио в начале прошлого месяца. Образцы подтвердили то, что обнаружили ранее другие лаборатории. Первое было 1800 лет назад. Второе же произошло 900 лет назад. Ты думаешь, что они происходят каждые 900 лет? Да, но это может произойти раньше или позже, чем обычно. Уровень воды необычайно низок. Я решил понаблюдать за ним несколько дней назад. У речных берегов есть существенная эрозия. Я бы сказал, 5-10 метров. Что, как вы думаете, случится? Это может иметь отношение к океаническим потокам. Дедушка говорил мне, что Земля пытается избавиться от скопившегося в ней внутреннего напряжения. Земная кора начинает двигаться. Это означает землетрясение? Не делайте поспешных выводов. Доктор ведь знает обо всем этом. Он собирает дополнительные данные со спутников. Вы знаете, животные начинают мигрировать. Я заметил, это происходит уже несколько месяцев. Я сообщу об этих событиях лично доктору. Может, лучше ты вначале отдохнешь? Да. Я думаю, тебе надо сначала к врачу. Не знаю, не хочется. Я не люблю их иглы и таблетки. Внимательно смотрите на плиту под Индийским океаном. Она постоянно смещается под нашей плитой. Трение оказывает большое влияние на этот вулкан. Доктор, в нем сконцентрировалась большая тепловая энергия. Многие участки сгибаются от евразийской плиты. Другие вулканы на это реагируют? Мы проводим мониторинг Кракотау и Пенатуба. Это может быть самым сильным извержением за последние 120 лет. Индонезия следит за активностью трех вулканов. Мы должны помочь им. Мы все родились и живем на этой планете. Я собираюсь в подводную лабораторию. Ты пойдешь со мной? Да, доктор. Мы на грани землетрясения из-за смещения плит. Может произойти землетрясение в Индийском океане? Это то, чего я боюсь. Возможно, цунами в 2004-м было только предупредительным знаком. Будет еще одна большая катастрофа? Только Господь может ответить на этот вопрос. Не забывайте, никакие наземные приборы не могут точно предсказать землетрясение. Именно поэтому мы создали подводную лабораторию. Ты останешься здесь сегодня вечером? Мы на лодке отправимся в центр предупреждения катастроф. Ждем тебя завтра. Нам нужно помочь дедушке. Доктор волнуется за тебя. Он хочет, чтобы ты была с ним. Взрослев, я отвоевала у него право быть там, где хочу. Тогда увидимся завтра в центре. Отлично. Дедушка всегда спрашивает о тебе. Дедушка всегда спрашивает о тебе. Эй, Рус! Что с тобой? Чего ты боишься? Здесь нет змеи! Землетрясение? Как ты узнал? Ты умный мальчик! Хорошо, что вы прибыли сюда. Вы можете сменить других. Они уже долго не спали. Нам повезло, что Сивдек стоит здесь на якоре уже 7 дней. 8,5 баллов по шкале Рихтера. Прокатал? Нет, Асих. В этом месте было землетрясение в 2004-м. Есть только один час на эвакуацию людей. Доктор, эпицентр находится в том же самом месте. Я немедленно сообщу премьеру. Срочно оповестите все прибрежные центры предупреждения. Вы поднимали уже две ложные тревоги. Насколько вы уверены на сей раз? Я собираюсь отправиться на северо-восток. Там находится основная часть моих избирателей. Если сейчас принять любое неправильное решение, то мне и моей политической партии грозит серьезная опасность. Но если вы уверены, я объявлю повышенную готовность в центрах спасения. Они объявят о чрезвычайной ситуации в связи с возможным землетрясением и цунами. В 8.17 был еще толчок в 5,6 баллов. Но у нас нет никаких сообщений о цунами. Цунами движется со скоростью до 900 км в час. Высота волны примерно 1 метр. Наша подводная станция должна зафиксировать его. Была объявлена чрезвычайная ситуация. О нет! Я забыла о дельфине Май-Тай! Оставайся здесь, а мне нужно к нему. Я должна отправить его подальше в океан, пока нет цунами. Ты отправишься одна? Не беспокойся за меня! Куда ты бежишь, Синди? Через 30 минут будет цунами. Я должна отправить дельфина подальше от берега. Синди, подожди! Синди, это опасно! Вернись! Возвращайся назад! Фу! Синди, вернись! Поторопитесь! Синди, вернись! Что это? Я прежде никогда не видел чего-либо подобного. Май-Тай! Май-Тай! Май-Тай, где ты? Плыви сюда сейчас же! Май-Тай! Май-Тай! Вот он ты! Никогда больше не исчезай! Снова надвигается цунами! Держись подальше от берега! Плыви отсюда скорее! Ты понимаешь? Увидимся после того, как закончится цунами! Плыви, Май-Тай! Береги себя, 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 Май-Тай! В течение прошедших шести месяцев у меня было очень много ночных кошмаров. Я хочу знать, может посредством этих кошмаров мне передаются предупредительные послания? Не волнуйся слишком о предзнаменованиях в снах. Как я могу помочь своему народу, если случится настоящее стихийное бедствие? Не беспокойся, просто приложи все свои усилия. Принимай правильное решение, и этого будет достаточно. Фу! Фу, я сожалею, что бросил тебя здесь. Тобой ничего не случится. Помоги, пожалуйста, не оставляй меня, Синди. Мы здесь в безопасности, с нами ничего не случится. Пожалуйста, не оставляй меня. Да, это опять ложная тревога. Я знаю причину. Это было вертикальное землетрясение. Колебания были не в состоянии распространяться горизонтально в морских глубинах. Точка эпицентра была глубоко. 150 футов эрозии на площади в 25 квадратных километров. Нам повезло, повреждения могли бы затронуть жилые районы. В результате было бы множество жертв. Объявив предупреждение, мы, по крайней мере, предотвратили панику. Лучше объявить 100 ложных тревог, чем пропустить одну реальную. Видела? Говорю тебе, ничего не случилось. Не было никакого цунами. Это никогда не повторится снова. Не бойся, забудь свои кошмары. Синди, я не знаю, что случилось. Моя мама погибла во время цунами. Это больная тема для нас обоих. Ты потерял своих родителей. Я только одного. Прошло 17 лет, и я уже никогда не верну маму. Я знаю, Синди. Я знаю. Не сказать, что я не боюсь океана. Единственная причина, почему я плаваю под водой, жалкая попытка найти маму. Не ее тело, а ее образ. Я не могу позволить ей бесследно исчезнуть. Синди. Прости меня. Я понимаю, что ты чувствуешь, но я хочу, чтобы ты забыл то, что произошло тогда. Жизнь все еще продолжается, и мы должны бороться. Я хочу знать, кто несет ответственность за объявление чрезвычайной ситуации. Кто объявил эвакуацию и подорвал нашу экономику? Я возлагаю на себя всю ответственность за свои действия. Землетрясение магнитудой в 6,5 баллов произошло всего в 600 километрах от Таиланда. Первое, о чем я беспокоюсь, это жизни людей. Сколько можно? Я делал это уже много раз. Вы все слушаете этого сумасшедшего доктора. Теперь сильно держитесь за ваше место. Сунами в любой момент может лишить его вас. Хватит угрожать мне. У вас коалиционная партия. И вы не выдвигаете своего кандидата. Ваше время закончится очень скоро. Это необычная осадка земли. Я полагаю, что это вызвано движением земной коры. Возможно, это только небольшое движение. Но результат на земной поверхности ощутимый. Осадка проявляется прямо после сильного землетрясения. Не обязательно. Возможен, например, такой вариант. Когда четырехбальное землетрясение происходит более 200 раз. Тогда все исследования похожи на попытку найти иголку в стоге сена. Что вы думаете об этой осадке земли, которую мы обнаружили? Она так и выглядит, когда толчки происходят в джунглях. Оползни и раскиданы упавшие деревья. Но если это случится в большом городе, я даже боюсь себе представить, какой был бы огромный ущерб. Субтитры создавал DimaTorzok С Гавайев пришло сообщение о землетрясении магнитудой в 9,7 баллах. Эпицентр был в Асихе. Почему мы не ощутили толчки в Таиланде, отец? Возможно, это было вертикальное землетрясение. Смотрите, сюда. Собирайте быстрее рыбу. Приближается цунами. Бегите. Быстрее. Шевелитесь. Все бегом сюда. Немедленно. ЦУНАМИ. Дедушка, если вас заберет океан, кто останется со мной? Не беспокойся обо мне. Даже если мы, люди, не убиваем друг друга, мы все равно умрем, так или иначе. Субтитры создавал DimaTorzok Да, отец. Я вложил более 30 миллиардов батов в этот остров. Меня не волнуют твои проблемы с коалицией. Никто не может помешать моему проекту «Райский остров». Я надеюсь, ты понимаешь. Я нахожусь на встрече. Прощай. Ты расстроен? Ни у какого другого богатого парня нет такого кроткого характера. Давай вместе поплаваем. Вы думаете, зачем такой, как я, следовал за теми людьми? Я пытался убедить их вернуться. Но они сказали, оставь нас. Сколько мы можем жить в таких условиях? Что это за суета? Все равно, чему быть, того не миновать. На все воле Божья. Я думаю, так лучше. Ты ни к чему не причастен. Что касается проблемы того, что они захватили наш остров и в конечном итоге выгоняют нас, то мы все скоро будем жить в открытом море. Что ты собираешься сделать с этим? Кем они себя возомнили? Они ведут себя так, как будто им принадлежит весь мир. Вот уже два года мы живем в разрухе. Что мы должны сделать? Не волнуйся так сильно об этом. Они только бегают волами вокруг и разлеживаются на пляже, как связка высохшей на солнце рыбы. Разве вам все равно, что будет, когда они закончат строить казино? Это же будет кошмар. На нашем острове будет полно игроков. Почему мы должны уходить? Лично я отказываюсь покидать эту землю. Даже когда они гонят меня. Я буду бороться до смерти. Равай! Тогда они избавятся от тебя. Вы звонили, босс? Те идиоты на станции предупреждения бедствий. Они препятствуют моему бизнесу. Я вложил кучу бабла в свое дело. Это намного важнее, чем и гребанная станция. Я не верю, что будет цунами. Может, оно будет в следующем веке. Те придурки напрашиваются на неприятность. Как я должен действовать? Что? Я думал, ты знаешь, что нужно сделать. Сегодня вечером я даю на ТВ интервью о казино. Я сразу же позабочусь о них. Да. Сделай это по-быстрому. Я построю пристань для яхт на том берегу. Когда закончится строительство казино, яхты со всех сторон земного шара привезут сюда деньги. Это действительно мегапроект. Местная деревенщина больше не будет бельмом на вашем глазу, босс. Держите его. Кенх. 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 Снимайте его. Привязывайте к камню. Оставим его здесь. Прилив убьет его. Равай, дядя Кенх, вероятно, мертв. Почему ты говоришь такие вещи? Тогда где же он? Не грусти обо мне, Равай. Только не покоряйтесь им. Никогда не сдавайтесь на их милость. Не будь трусом, не будь. Равай, у тебя нет оружия для борьбы с ними. Все, что у тебя есть, это маленький кухонный нож. Почему бы мне не использовать его? Почему? Что ты можешь им сделать? Нам что, позволить им вытирать об нас ноги? Добро пожаловать на Сивдок. А здесь забавно. Я должна бросить свою работу и устроиться сюда волонтером. Тут забавно с внешней стороны. Но фактически наша работа очень напряженная. Мы волнуемся о том, что творится с нашим миром. Куда уходит вся рыба? Жди меня в лодке и не лезь в воду. Я скоро вернусь. Убираемся отсюда. Куда ты собрался так рано? Я еще с тобой не закончил. Я не могу остаться сегодня с вами, сэр. Кто о тебе позаботится? Политическая партия – то же самое, что и любая компания. Как глава, я могу работать только тогда, когда мне захочется. Давай-ка еще разом. Не будьте так серьезны. Сегодня не будет конца света. У нас есть время сделать приятные вещи. Повинуйся мне, и я сделаю тебя успешным. Понимаешь? Вы уверены? Можешь показать нам, где ты это заметил? Мы должны провести исследование. Конечно. Ты уверен, что мы обнаружим подводный разлом? Уверен. Я нырял всюду, где только возможно. Семь лет назад цунами разрушил скалы. Мы видели это. Но сейчас я обнаружил разлом совсем в другом месте. Таким помощником, как ты, мы больше не будем бродить в потемках. Я островитянин. Я зарабатываю на жизнь в море. Я люблю море. Я не могу позволить, чтобы с ним что-то случилось. Это относится и к океану. Но все теперь видят, что рыба уходит от берега. Мы погрузимся под воду в том месте, чтобы сделать съемку разлома. Вы оба можете присоединиться к нам, если желаете. Нам крупно повезло. Субтитры создавал DimaTorzok Двиг земной коры 26 декабря 2004 года был вызван продолжающимся движением тектонической плиты. 17 лет назад из-за этого образовался новый подводный вулкан. Он может стать активным? Может, да. А может, нет. Никто не знает наверняка. Дым от Крокотау достиг Бангкока. И он становится все интенсивнее. Да. Мы наблюдаем драматические изменения климата. Особенно в сравнении с тем, что было 20 лет назад. Субтитры создавал DimaTorzok У тебя крепкие нервы, если ты осмелился появиться здесь. Или ты полицейский осведомитель? Собираешь информацию? Раз человек богатый, то значит обязательно нечестный. Фактически все вы торговцы наркотиками. Я продаю наркоту. Я сумасшедшая сила. И я ублюдок. Но я богат. А у тебя теперь проблемы. Чего ты хочешь? Чего ты хочешь? Проблем? Равай! Равай! Равай, ты живой? Ты живой? Где Равай? Вы должны сами на него взглянуть. Он что, заболел? Ему причинили вред? Кто это сделал? Есть тут кучка козлов. Это был четрат, правильно? Покажи нам, где Равай. Ладно. Залезай. Я в порядке. Не волнуйтесь обо мне. 32 шва, и ты говоришь, все в порядке? Мне так обидно. Я здесь родился. Мои родители здесь родились. Но последние два года они выгоняют нас, как собак. Равай! Ты сообщил в полицию? В полицию? Кто осмелится арестовать сына политика? Почему люди так его боятся, но уважают? Сын миллионера, он родился с нимбом над головой. Кроме того, его отец очень могущественный. Такие бывают или очень хорошими, или насквозь гнилыми. Богатые всегда правы, а бедные наоборот. Сегодня небоскребы, супершоссе, самолеты и прочие блага цивилизации – все направлено на решение любой проблемы человечества. Но кто следит за этим? Что-то божественное? Или, возможно, мать природа может ответить на этот вопрос или решить наши проблемы? Я надеюсь, ты не подразумеваешь цунами? Если наш сонар точен, мы на грани очень серьезного бедствия. Что вы имеете в виду? Извержение нескольких вулканов. Или, возможно, цунами такой высоты, что мы и представить себе не можем. Какова вероятность, что это произойдет? 10-20%? 50 на 50. Что же нам делать? Я вынужден изменить курс суммы. Я должен доставить вас на берег. Но в данное время доктору Сиаму и станции предупреждения нужна наша срочная помощь. А что с нами? Позже мы высадим вас на берег. Я, кроме того, исследую аномалии океанской поверхности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Синди, Фи-Фи, наконец-то я нашел вас В чем дело? Ты выглядишь испуганным Нам необходимо срочно отправиться на станцию предупреждения Как это? Мы только сошли на берег, нам нужно к дедушке Давайте поторопимся, чтобы скорее увидеть доктора Мне нужно точно знать, насколько серьезна ситуация Крокотау и другие вулканы, которые долго бездействовали Могут снова начать извержение Вероятность этого 70% Я уже знаю о тех вулканах Мне нужны данные об активности подводного вулкана около вьетнамского побережья Там находятся два подводных вулкана В данный момент Крокотау, Пинатуба и упомянутые подводные вулканы Испытывают влияние движущихся тектонических плит Это может спровоцировать одновременное извержение в любое время Чем это обернется для нашей страны? Это образует гигантский цунами, который обрушился прямиком на Сиамский залив Да, Сиамский залив мелководен Но огромная скорость цунами увеличит его высоту Она может достигать 30 метров Волны в секунду обрушатся на Прападанг Мне нужен ваш совет Эвакуируйте население с побережья залива Особенно из Бангкока Разместите людей на возвышенностях как можно скорее Эвакуация 15 миллионов человек – нелегкая задача У вас нет другого выбора Филиппинский Пенатуба и индонезийский Крокотау Вот уже 6 недель выпускают из себя дым Толк дыма растет в ширину и высоту И достигает отметки 12 километров над уровнем моря Этот природный феномен вызван юго-западными ветрами Несущими вулканический дым на азиатские страны Особенно на Южный Таиланд Где густой дым сократил видимость до 100 метров Как вы видите, дым покрыл также Бангкок Концентрация дыма невелика, но 15 миллионов жителей Бангкоков Стревожны ее увеличением Люди носят дождевики, чтобы защититься от пепла И маски, чтобы не дышать токсичными газами Люди начинают верить ходящим слухам О возможном сильном землетрясении Которое разрушит здания и дамбы Еще более пугающим является слух о возможном гигантском цунами Подобным произошедшему 17 лет назад, в декабре 2004 года Премьер-министр сейчас прибыл в свою резиденцию Будет ли гигантский цунами? Будет ли гигантский цунами? Будет ли гигантский цунами? Я не могу ответить на этот вопрос Почему вы вызвали доктора Сиама? Мне нужна его консультация Что вызвало такой природный феномен? Это трудный вопрос Мы живем на Земле очень долгое время Но мы знаем об этой планете меньше, чем мы знаем о Марсе Эта проблема, возможно, была вызвана вами, и мной, и другими, кто не бережет нашу природу Каковы ваши планы применить на к этой катастрофе? Во-первых, я преобразовал четыре региональных армии Во вспомогательные силы помощи пострадавших Для защиты жизни и имущества нашего населения Как вы думаете, усвоим ли мы урок, данный нам природой? Я могу только свидетельствовать Что мы получаем его Но я отдам все силы, чтобы решить эту проблему Большое спасибо Насколько серьезными вы считаете 13 ураганов, пронесшихся по Америке? Они потеряют 25% своего населения и инфраструктуры Если Европу и Россию завалят снегом, их потери достигли бы не меньшего значения Что, если весь азиатский континент охватит землетрясения, цунами и вулканы? Я полагаю, что погибнет половина населения Азии Вы говорите, что вся наша цивилизация может исчезнуть? Я хочу сказать, что землетрясение силой более 9 баллов по шкале Рихтера Вызовет цунами, который пронесется по Сиамскому заливу Результат предсказать несложно Но больше всего я боюсь Что будут разрушены многие из наших дам Мистер премьер-министр, вы должны немедленно объявить массовую эвакуацию Из южного и центрального районов страны Но вы уже объявляли эвакуацию три раза Если это неизбежно, я должен это сделать Четвертый раз или пятый, это для меня не проблема Но раньше из-за этого на вас оказывали большое политическое давление Не важно, будь что будет Чего стоит премьер-министр, если он не может в одиночку принять решение? Доктор Сиам Насколько вы уверены в прогнозе? На 50% сэр Я беспокоен, что если мы объявим чрезвычайное положение, то это может привести к хаосу Я знаю, что найдутся люди, которые не поверят, что может случиться бедствие Но здравомыслящие уедут из городов Я также боюсь, что при худшем сценарии катастрофы Последствия будут ужасны На этот раз вы не можете принять неправильное решение, сэр Я не бог Доктор Сиам, немедленно возвращайтесь в Национальный центр предупреждения катастрофы И докладывайте мне обо всех изменениях Мы можем управлять судном даже при 6-метровых волнах Если же они будут выше, начнутся проблемы Сейчас людям грозит большая опасность И этот корабль дежурит здесь, чтобы следить за состоянием моря Если мы не в состоянии выполнить наши обязанности в этой ситуации То что я вообще делаю на этом судне? В это непростое время кризиса Правительство получило сообщение от различных информагентств Что множество областей по всему миру страдает от разгула стихии Такого масштаба, какого человечество не видело прежде Многие крупные агентства пишут О высокой вероятности катастрофы в нашем регионе В связи с этой ситуацией Я, глава правительственного совета Объявляю по случаю праздника Сонкран нерабочими следующие 7 дней Начиная с завтрашнего дня Позвольте еще раз поприветствовать доктора Сиама Нашего выдающегося соотечественника Спасибо, ребята Настоятельно прошу ответственно выполнять свои обязанности От единственной ошибки могут возникнуть катастрофические последствия Как вы можете управлять нашей страной, делая такие заявления? Цунами накроет Бангкок и всех затопит? Это невозможно Вы сошли с ума Вы обезумели Вы можете иметь большое влияние в своей политической партии Вы можете наслаждаться огромным богатством и престижем Но вы никогда не подчините себе мать природы Что вы несете? Это неслыханно Вы рушите правительственную коалицию Оппозиция опустит вас ниже плинтуса Позвольте мне сообщить вам Настало время вашей отставки с поста премьера Я займу это место Дорогой самчай Если вы так жаждете получить этот пост Тогда возьмите его Только не мешайтесь под моими ногами Сейчас жизнь и безопасность моего народа Более ценны, чем мое положение Похоже, ты испытываешь сильный стресс Я справлюсь Даже не видя моего лица Ты чувствуешь мое настроение Это коалиционная партия, не правда ли? У тебя возникли проблемы? Не надо волноваться о такой ерунде Я, собственно, звоню по поводу ежегодного фестиваля Санкран Я хочу, чтобы ты пригласила на фестиваль детей из провинции Чанхмай Прежде ты говорил, что никогда не появляешься на людях Но теперь ты изменил свое мнение И я этому рада Прости На этот раз я обещаю сдержать свое слово Я правда хочу, чтобы ты пригласила тех детей Нынешний фестиваль очень значимый Он пыжился передо мной Но он не выдержит прессинга И я уберу его с моего пути Ты всегда был номером один, отец У тебя есть все Силы, деньги и власть Избавляйся от любого на своем пути Это давно должно было случиться На сей раз твое желание осуществиться Хочешь быть сыном премьер-министра? Чему быть того не миновать Я готов потерять все В обмен на жизни моего народа Если прогноз доктора Сиама неверный То ситуация выйдет из-под моего контроля Это будет конец Моей политической карьеры Но я не буду жалеть Теперь мы должны действовать Помолясь небесам Ангел-хранитель Таиланда Защитит тайский народ от этой природной катастрофы Оном Вот что Так 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 ет Субтитры сделал DimaTorzok Посмотри на это, Равай Глянь, как они отвратительны Почему полиция не арестует их? Да и не должен смотреть И это во время ожидаемого бедствия Моя кровь кипит от негодования Китай оказался перед лицом своего худшего природного бедствия Их самая крупная дамба была разрушена Снежная буря пронеслась над Лондоном Франция, Испания и Италия ранее уже испытали на себе ее последствия Там замерзло очень много людей Причина, по которой я здесь Проста Мы будем работать все вместе Прошу прощения, что не могу Дать вам возможность отпраздновать Санкран Более того, мне нужно, чтобы все вы Были в постоянной готовности Я уверен, что очень скоро Каждый из вас Возможно Поймет мое решение Алло, премьер-министр Я мобилизовал авиаотряд для помощи в случае бедствия Мы готовы отреагировать на любой сигнал Ваш прогноз должен оказаться точным Вы можете начать обратный отсчет Все мы должны покинуть этот остров Мы срочно должны оставить свои дома Здесь небезопасно Сегодня они занимались непристойностями И пробудили гнев наших предков Дух-хранитель сотрет Этот очаг зла Вы должны последовать за мной Но решайте сами Если вы не хотите уезжать Идите спать в свои дома Но предупреждаю вас Вы можете никогда не проснуться Премьер-министр взорвался Он спятил Я собрал вас здесь Чтобы сообщить Что собираюсь надавить на парламент Целью отстранить его от исполнения обязанностей премьера Потому что он не делает ничего полезного для страны Он разрушает нашу экономику Он объявлял три эвакуации Из-за угрозы цунами Он слишком ценит Мнение доктора Сиама Доктор Сиам Я видел, как он пытается пролезть в сенаторы Но пока неудачно Премьер-министр поддерживает его Я знаю Чтобы ухудшить ситуацию Он объявил этот семидневный праздник Люди разъехались из Бангкока Город опустел Миллионы потянулись на север и северо-восток Что же здесь творится? Я предлагаю, чтобы пост премьер-министра занял сам чат У нас больше голосов Да, он подойдет Чем мы займемся сегодня? Сбором мусора Откуда берется мусор? Мусорят люди Чем мусор опасен для нашей планеты? Кимикатами и пестицидами Очень хорошо Шеф приказал нам немедленно вернуться вместе с детьми Что случилось? Эта программа должна закончиться завтра Что происходит? Предупредили о землетрясении и возможном цунами Дети, садимся в автобус Быстрее, дети! Приближается цунами Быстрее, дети! Землетрясение магнитудой 7,9 на Андамане 9,2 балла во Вьетнаме Землетрясения одновременно произошли в 19 точках земного шара Большие волны движутся от Суматры и соседних островов Я немедленно следую в подводную лабораторию Но туда нельзя, сейчас там опасно Теперь нигде в мире не безопасно Мы для того и строили лабораторию, чтобы загодя обнаружить опасность и подать сигнал Конечно, доктор, это важно, но ваша жизнь намного ценнее Разве нам не нужно немного времени для подготовки к погружению? Хорошо Я полагаю, что мы сможем наблюдать многократные толчки Мы собрали все подписи Теперь осталось вынудить его уступить свое место вам Что происходит? Похоже, это землетрясение Да, это точно землетрясение Что, черт возьми, нам теперь делать? Я думаю, мы должны покинуть здание Мы находимся на 11 этаже На лифтах слишком опасно Мама, помоги мне Не беспокойтесь, мое здание не разрушится так легко Видите? Это только землетрясение Нет повода, чтобы бояться Это предзнаменование того Что я обрету власть Я выбью из-под него кресло Эй, посмотрите на это Дедушка, это настоящий цунами? Мы не можем остановить это Внимание, всем быть осторожными и продолжать выполнять свои обязанности Я отправляюсь в лабораторию Это очень опасно, доктор Мы должны знать, будут ли еще толчки И чтобы ответить на этот вопрос, я должен оказаться под водой Но лаборатория может не устоять перед давлением Я уже очень старый Может, пусть линк пойдет вместо вас? Никто не должен идти туда, дедушка За строительство лаборатории потратили 60 миллионов Нужно, наконец, извлечь пользу от ее применения Я отправлюсь туда вместе с вами Дедушка Люди настолько уязвимы Мы боимся даже погоды Некоторые дрожат от слова землетрясения или цунами Надо проще к этому относиться Я отправляюсь в круиз на своем лайнере класса люкс Есть много работы, которую надо сделать здесь, наверху Ты всегда говорил, что подводная лаборатория — сердце нашей системы предупреждения Мне жаль Но я должен был это сделать Дай мне знак Подскажи мне Я должен знать, будет ли еще землетрясение Ну дай мне знак Каждый ученый хочет уметь предсказывать землетрясение Слышишь меня? Подскажи мне Отлично Если этот прогноз правдивый Этот мир действительно погрузится в темноту Что здесь творится? Ты в порядке? Что случилось? Доктор Сиам Подайте сигнал опасности пятого красного уровня Нужно немедленно эвакуировать все население Какое основание для такого уровня опасности? Подводный вулкан активизировался Немедленно следуйте моим указаниям Дедушка, вам надо сейчас же покинуть лабораторию Там очень опасно Не волнуйтесь обо мне У меня только одна жизнь Сохраните жизни миллионам других людей Скорее передайте сигнал опасности Иначе будет поздно И сообщите премьер-министру Я передаю вам данные приборов Дедушка Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует... Я должен быть со своими людьми, когда они нуждаются во мне больше всего. Вы можете ждать меня здесь, если боитесь смерти. Поднимаемся. Продолжение следует... Боже, что это? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Уходите! Приближается цунами! Быстрее, дети! Шевелитесь! Цунами! Быстрее! Продолжение следует... 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 Премьер-министр уносит бурлящим потоком воды. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я здесь! Спасение жителей Таиланда? Это чудо, сотворенное ангелом-хранителем тайцев. Спустя несколько часов поиска спасательный вертолет в итоге обнаружил премьер-министр. Наконец его подняли на борт вертолета целым и невредимым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok От имени всей нашей страны я приношу свои самые глубокие соболезнования. Доктор Сиам – огромная потеря для нашей нации. Дедушка отдал свою жизнь, чтобы получить точные данные для предупреждения и бедствия. Он мечтал научиться предсказывать землетрясения. Субтитры создавал DimaTorzok Я знаю. Мне уже сообщили об этом. Сэр! Не позволяйте такой беде, как эта, снова случиться с нашей страной. Никогда не позволю. Это было важным уроком для меня и для всего человечества. Фукет, ваша научная информация чрезвычайно полезна. Я буду ценить важность каждой жизни всех людей, живущих на этой планете. Я обещаю. Спасибо, сэр. Я горжусь таким лидером нашей нации. Вы больше, чем политический деятель. Позаботьтесь о них. Там есть раненые. Послушайте меня все. Нам многое предстоит восстанавливать. Прежде всего, души наших людей, страдающие от огромных ран, мы должны вместе дальше развиваться. Народ должен пробудиться от этого кошмара и сообща трудиться. Прежде всего, надо остановить разрушение нашей планеты и жить в гармонии и взаимном уважении с природой. Мы тратим миллиарды долларов на производство оружия и ведение войн, на исследование вселенной и поиск новых звезд и лишь копейки на защиту нашей планеты, существующей миллионы лет. Удивительно, как легко мы предали наш мир. Возможно, придет время и природа отомстит за себя. Таранонг Сричуа, режиссер. Таранонг Сричуа, режиссер. Сричуа, режиссер. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok